Я прилетел на свою любимую тирею пам-паму и исследую там хрюнили. И мне, те, кто уже работал, говорят, что исследовали уже генетические особенности хрюнили, и известно, что остроумие для хрюнили является рецессивным причином. А глупость – доминатная. Вышла я на прогулку и встречаю остроумного хрюнилия. Я с ним побеседовал, что он, вот так, остроумные пределы. Могу ли я сразу выписать его генетик? Да. Да. А в данном случае это не важно, совершенно. То есть он, где он. Могу ли я сразу выписать генетик остроумного хрюнилия? Какой он? А-а-а-а. Они все а-а-а. А-а-а-а. А-а-а-а-а-а. Дело в том, что другого генетика просто быть не может. Какой еще возможный вариант? Вот такой. А-а-а-а-а. Тупость. Тупость. И тупость забьет встроумное. Тупость – это доминантная лезвия. Это понятно? Угу. Это понятно. Вывод. В каком случае генетик может сразу выписывать генотип? Посмотрел на фенотип, сказал «ага», и сразу выписал генотип. Если фенотип рецессивный, то генотип сразу можно выписать. И он будет совершенно однозначно вот такой. Итак, при рецессивном фенотипе очевиден генотип. Никаких особых исследований проводить не надо. Если проявился рецессивный фен, то значит генотип амалая-амалая. Смотрим. А теперь я продолжаю прогулку и встретил туповых людей. Беседуюсь с ним, пытаюсь играть, пытаюсь еще чего-нибудь делать. Просто тупой, как Вальбор. Могу ли я сразу выписать его генотип? Нет. Да, а какой у него генотип? Ну ладно, надо его делать. Правда? Нет. Это единственное время? А, правда. А это значит, могу ли я сразу точно исчерпывающе выписать генотип? Нет. Нет. Знаете, если фен ренантный, то как ведется формальная запись? Формальная запись в этом случае будет выглядеть вот как. Судя по доминантному фену, какое одно единственное утверждение мы можем сделать? Фен доминантное. Это значит, хоть один доминантный аллей у него должен быть. Должен быть. Хоть один обязательно есть. А вот про второй заранее мы можем сказать? Нет. Поэтому на месте второго аллея что стоит? Что стоит на месте второго аллея? Прочем. И вот это будет основная задачка для генетиков на этом уровне, на простейшем уровне, на котором мы с вами сегодня вышли. Разбираться с вот такой ситуацией. Доминантный фен требует обязательно расшифровки. Потому что ему может соответствовать два совершенно расшифровки. И такое, и вот такое. Внешне два этих организма хоть чем-нибудь включаются? Да. Нет. А, вышли? Внешне. Нет. Скажите, если к хрюндле возвращаемся, вот эти два хрюнделя одинаково тупые или один немножко более остроумный, чем другой? Нет. Абсолютно одинаково тупые. Почему? Когда мы говорим слово «доминантный», то это значит, что в присутствии доминантной программы рецессивная совсем не происходит. Проявление настолько слабое, что наблюдать не может. Ну да, проявление слабое и рецессивное. Настолько слабое, Володя, что наблюдать не может. Просто по определению доминантности и рецессивности. По этой причине, вот эти два хрюнделя одинаково тупые или один немножко более остроумный? Одинаково тупые. Одинаково тупые. Мы не можем наблюдать никакого отличия между ними.